Комплексу ГТО 85 лет. Сдавать бег, прыжки и отжимания начали еще в 1931 году. А сегодня спортивные нормативы по плечу даже дошкольникам. А в Челябинске из Анкары вернулся победитель первенства мира по стрельбе из лука. С ним встретилась и наш корреспондент Ульяна Любимова. Подробности в обзоре спортивных событий. Челябинец Антон Булаев буквально на днях вернулся из Турции, где завоевал золото и бронзу на первенстве мира по стрельбе из лука. Теперь в копилке нашего спортсмена уже три медали с мировых стартов. Первое свое золото мира 19-летний Антон Булаев завоевал еще в 2013 году в Пекине. Теперь из Турции челябинский лучник привез золото и бронзу. Высшую награду спортсмен получил в составе сборной России, а в личном зачете в поединке с турецким спортсменом выиграл бронзу. С 18 метров набрать как можно больше очков за 5 серий. Антон Булаев 12 лет занимается стрельбой из лука. Хотя поначалу мечтал стрелять из пневматической винтовки. Я пришел вообще записываться на пневматическую винтовку, стрельбу из пневматической винтовки. Но, к сожалению, тренера не оказалось. Я пришел сюда, как временно заменяющий вид спорта. Так и остался. Как рассказывает тренер Валерий Чижов, сначала Антон ничем не отличался от других мальчишек в секции. Но потом стал заметно наращивать свое мастерство. Я пришел обычный пацан. Маленький, бухленький. Потом как-то потихонечку у него пошло. Просто получше, лучше, лучше. Ну, если честно, есть у него что-то там свыше. Сейчас Антон тренируется каждый день по 2 часа. Перед важными стартами нагрузка увеличивается вдвое. Совсем скоро стрелять из лука и поддерживать физическую форму придется ежедневно по 4 часа. Ведь в начале апреля Антон отправляется в Адлер на Кубок и Чемпионат России по стрельбе из лука. Вторая игра четверть финала. Плей-офф закончилась поражением Магнитогорского Металурга. Столевары уступили дома Новосибирской Сибири. Гости победили со счетом 3-1. Если 8 марта сибиряки не могли совладать с лидерами Металурга, то накануне они перекрыли всех атакующих игроков-хозяев. Счет в серии 1-1. Следующий матч команды сыграют 12 марта в Новосибирске. Отечественный комплекс готов к труду и обороне отмечает свое 85-летие. На сегодняшний день в Челябинской области к выполнению норм ГТО приступили более 13 тысяч человек, а желающих уже около 50. Зарегистрировались на официальном сайте и стали полноправными участниками комплекса и дошкольники Коркинского района. Первым испытанием для ребят стал бег на лыжах. Дошкольникам нужно было пройти не маленькую для них дистанцию в один километр. Несмотря на местами неровную трассу и далеко не современные лыжные крепления, юные спортсмены справились с заданием. И все до одного пересекли финишную черту. Ну, тяжело, конечно, было, но я справился. На этом испытания для ребят не закончились. Дошкольники приступили к очередным видам комплекса. После лыжных гонок ребята прошли еще четыре испытания. Я на лыжах ездил, и еще мы отжимались. Прыжки в длину, отжимания, челночный бег. Впереди дошколят ждут подтягивания и смешанное передвижение. Когда дистанцию можно проходить шагом или бегом. Добавлю, что лидером в Челябинской области по количеству выполнивших нормы ГТО на сегодня является Магнитогорск. Почти две с половиной тысячи человек. На втором месте Троицк, чуть больше двух тысяч. И Челябинск, тысяча с небольшим. В областной столице сдать нормы ГТО можно в четырех центрах. На стадионе «Лидер» на базе легкоатлетического комплекса имени Елесиной, в стадионе «Колющенко», а также в детско-юношеской школе «Метар». До конца марта в Уральской молнии проходит акция для студентов. В любой день с 10 вечера до полдвенадцатого на сеанс массового катания можно попасть по студенческому билету. Обойдется это в 125 рублей вместо 200. Если нет своих коньков, можно воспользоваться услугой проката. Стоимость одной пары 100 рублей. Акция продлится до 31 марта. Напомню, что массовые катания в Ледовом дворце «Уральская молния» проходят в обычном режиме. В будни с 19 часов, выходные и праздничные дни с 13.30. Ульяна Любимова, Андрей Ярушев, ОТВ.